Всем приветики! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео покажу очередные покупочки с сайта Валберис. Заказала два детских комплекта постельного белья. Мальчишка на день рождения. У подруги, у сыночков два дня подряд день рождения. Взяла с котиками. Он любит котиков, мальчик. И взяла ему такой принт с котами. Полутораспальная, бязь, 100% хлопок. Вот такие милые котики. Самый главный мой критерий в постельном белье, это чтобы был 100% хлопок. Никакую синтетику я не приемлю. Не люблю сатин, поле сатин. Нет, нет, только хлопок. Второй комплект вот такой. Здесь геймпад нарисован, наушники. Вот такой геймерский. Для мальчишки, я думаю, нормально будет. Также на подарок постельному белью заказала в дополнение вот такую кружку. Мальчика зовут Дима. Дима всегда прав. И подобную еще кружку взяла Никита, только она немножко другая. С двух сторон написано. Следующее, что я заказала на подарок, это вот такой набор уже для девочки. Подружке тоже день рождения было у дочки. Вот такой ей набор доктора заказала. В набор ходит фартук доктора, шапочка. Так, вот эта вот штучка, слушать, как она правильно называется. Очки, градусник, укол. Вот такой наборчик. Поближе вам все показываю. 500 с небольшим рублей. Ну, ссылочки все будут в описании. Там цены посмотрите, актуальные на данный момент. Заказала себе вот таких два чудо-карандашика Pink Magic, кислородные. Удаляют пятна. Буду пробовать. Насмотрелась отзывов в интернете, на видео также смотрела, как их тестируют. И тоже решила себе заказать. Два было брать выгоднее, нежели чем один. Я сэкономила, заказала два. На Озон на Валбересе ссылочки оставлю. На Озон даже подешевле. Экологический карандаш пятном водитель на основе кислорода. Предназначен для эффективного и быстрого удаления трудно растворимых пятен от кофе, чая, вина, кетчупа, йода, зеленки, травы, губной помады, крови, сажи, нефтепродуктов, чернил, шариковых ручек. Очень даже актуально мамам учеников. Шариковые ручки с одежды, с блузок, с рубашек, отстирывать фломастеров и так далее. С различных видов поверхности, текстильные изделия, одежда, напольные покрытия. Производитель нам заявляет, что карандашик не изменяет цвет ткани и не разрушает структуру обрабатываемой поверхности. Такой карандашик. Здесь отделяете ограничитель. Отклеиваете полосочку и вам появляется карандашик. Закончился он до сюда. Снова отклеили и пользуйтесь. Сегодня этот карандашик мне поможет в стирке вещей. Буду отстирывать пятна. Вчера Максюшка, мой сын, ел пиццу в кафе. И вот посмотрите масляные жирные пятна на толстовочке. Сейчас попробую все это дело отстирать с помощью карандашика Pink Magic. Налила я отдельную мисочку водички 50-60 градусов, как указано в инструкции. Сейчас я карандашик опущу в воду, помочу его и буду натирать пятно. Вот такие пятнышки. Намочила карандашик. Нужно, чтобы образовалась пена. Тогда пойдет реакция. Побольше нужно мочить. Можем даже, мне кажется, немножко накапать сюда водички горяченькой на пятнышко. И получше потереть. И оставить на 10-15 минут. Мне кажется, уже моментом пятна исчезли. Это все постирается. И я вам покажу сухую вещь. Но мне кажется, их уже даже и не видно. Вот еще Максюшкина водолазка в пятнах. Такие пятна похожи на какой-то клей. На суп особо не похоже. Что-то такое прям жесткое, твердое. Я пальчиком потрогала. И не пойму, что за пятна. Какого происхождения. Но тоже сейчас попробуем оттереть их карандашиком Pink Magic. Смотрите, вещь цветная. Но карандашик цвет не съедает. Даже на самом карандашике нет никаких оттенков голубого цвета. Карандашик по-прежнему беленький. Это тоже немаловажно. И тоже очень радует. У Максюхи все водолазки в каких-то чернилах. Сейчас я эту водолазочку попробую отстирать. Водичка у меня остыла. Я поменяла на другую, погорячее. Следующую вещь пробуем отмыть. Вот пятна таких были, которые я не отмывала специально. Но просто порошком их не берет. То ли фломастер черный. Наверное, фломастер, скорее всего. Вроде бы как начинает белеть, светлеть. Посмотрим потом в итоге, что у нас получится. Вытащила я из машинки вещи. Хотела подождать, когда высохнут. Но тут уже сразу видно, что пятен нет. Посмотрите, все отстиралось. Вот место, где я терла. Чистенькая кофточка. Следующая толстовочка тоже, посмотрите. Масляные жирные пятна. От сыра, от пиццы. Вот это все жирный сыр, который расплавился и капнул. Не осталось и следа. Никак не сфокусируется. Но вот где-то здесь, да, вот здесь вот были пятнышки. Их нет. Замечательный карандашик. На полосатой водолазочке тоже все отстиралось. Кроме стирки я еще занялась уборкой зимней обуви на хранение. И хочу отмыть вот такую белую подошву, которая стала уже вся грязная. Когда-то была, да, белая. Хочется освежить ее и посмотреть, будет ли она такая, как в первоначальном виде. Ну, или хотя бы чуточку посветлее, побелее. Также сейчас актуально, когда снег растает, весна начинается. Ну, в других регионах, кто меня смотрит, уже и нет, возможно, снега. Но у нас в Московской области снега еще полно. Он тает, грязь. И многие любят в белых кроссовках ходить, обувь отмывать тоже очень здорово этим карандашиком. На данный момент у меня сейчас нет белых грязных кроссовок, но нашла вот такие и хочу протестировать. Я думаю, очень тут наглядно видно, какие же они грязные. Вся эта грязь уже давно впиталась в подошву. Давайте посмотрим, как будет работать этот карандашик. Намочила я его и натираю. Видно, да? Начинает белеть прям моментально, посмотрите. Моментально белеет. Конечно, придется постараться потереть, немножко заморочиться. Можно еще щеточкой какой-нибудь потереть, потом зубной щеткой, например, плохой. Ну, процесс вы поняли. Сейчас пройдусь по всей подошве, потру, оставим на время и посмотрим, что получится. Пошла уже пенка такая, да? Активно выделяется кислород. Пена начинает работать и, чтобы много карандашика не тратить, я взяла щеточку. Начинаю так все натирать и подошва белеет. Вспомните, какая она была до. Вот, к примеру, да? Вот такая грязненькая. С одной стороны показываю вам. Думаю, даже можно всю не оттирать на камеру, просто показать вам с двух сторон для сравнения, до и после, какая была. Ботинки старые и в белоснежном, кипельно-белом цвете подошвы уже не будет, но наглядно все равно видно. Если у вас не сильно прям такое загрязнение, не очень старая обувь, то результат будет как у новых. Вот такая у меня получилась подошва. Много времени у меня на оттирание ее не ушло, буквально одну-две минутки. Если постараться, вот здесь можно еще нанести карандашик, подержать его 10-15 минут. Но я даже и 10-15 минут не держала, все моментально начало отъедаться. Вот, посмотрите, до и после. Какая была подошва, какая стала. С помощью этого карандашика вы можете оттереть все, что угодно. Кетчуп, траву, кофе, чай, помаду, вино, такие трудновыводимые пятна, кровь. Все эти пятна он с легкостью, быстро и эффективно удалит. Рекомендую Pink Magic, ссылочка будет в описании. Попробуйте. И лучше, как я уже сказала, заказать два карандашика, так будет дешевле. Также заказала вот такой массажер. Подглядела у Светланы в обзоре, очень понравился. И голову массажировать. Силиконовые такие штучки. Смотрела, были разные, были и пластиковые, но выбрала силиконовые. Классно массажирует, приятно так. И просто можно помассажировать. И во время мытья головы буду пользоваться. Вот здесь вот так удобненько поддеваете на пальчики. Мягенькие они такие, но массаж делают классный массажный эффект. Рекомендую к покупке, присмотритесь. Массаж при помощи этого гаджета поможет вам разбудить волосяные фолликулы, чтобы рост волос был лучше. Также, думаю, снимет мигрень, головную боль. Ну, вообще, классная штука. Вот сейчас помассажировала буквально минутку, и мне так понравилось. Рада, что приобрела такой гаджет. У меня есть массажер для головы, но немножко не такие. Вот такого не было. Это мне понравилось больше всех. Для Максюшки заказала чехол прозрачный, силиконовый. Отделение для карты. У меня тоже есть такой чехол. Это уже на его модель телефона взяла. Удобненько, нравится. Ему уже его чехлы все надоели. Смотрю, он ходит без чехла. Говорит, давай такой закажем. Он говорит, давай. Загласился. Тем более, он на телефон стикеров наляпал. И прозрачный чехол ему прям будет хорошо. Причем здесь противоударные вот такие по углам штучки. И цена такая бюджетная. 150 с небольшим рублей на Валберес. На Озоне рублей 200 с небольшим они были. На этом обзор моих покупок с Валберес заканчивается. Будут еще обзоры. Ссылочки, как всегда, будут в описании. И на карандашик. Сейчас ликвидация на Валберес. Акции, большие скидки. Если вдруг на Валберес разберут и на Озон. Ссылочку тоже скину. И на все другие товары, представленные в этом видео. Но у меня все. Пока-пока. До новых встреч.